Израиль наносит удары по Хезбале, пытаясь полностью уничтожить как ее высшее руководство, так и аффилированные с ней структуры. Действующее по исламским нормам кредитное отделение, связанное с финансовыми операциями ливанской группировки, серьезно пострадало от израильского удара. Основанное в 1983 году Аль-Карт Аль-Хасан описывает себя как благотворительную организацию, которая представляет людям кредиты в соответствии с исламскими принципами, запричающими проценты. У нее более 30 филиалов, большинство из которых расположены в преимущественно шиитских мусульманских районах Бейрута, Южного Ливана и Долины Бекаа. Она работает по лицензии, выданной ливанским правительством. Многие люди из шиитского круга Хезбалы брали кредиты у Аль-Карт Аль-Хасан, беря ссуды в твердой валюте под стоимость ювелирных изделий, например, с погашением в течение нескольких лет на гибких условиях. Роль организации расширилась, когда Ливан погрузился в глубокий финансовый кризис, начавшийся в 2019 году, из-за которого рядовые жители лишились своих сбережений. Хезбала призвала ливанцев из всех сект и политических фракций пользоваться Аль-Карт Аль-Хасан. По оценкам двух региональных финансовых источников, у нее сотни тысяч клиентов. Министерство финансов США, которое ввело санкции против организации в 2007 году, заявило, что Хезбала использует Аль-Карт Аль-Хасан в качестве прикрытия для управления финансовой деятельностью и получения доступа к международной финансовой системе. Ливанские власти подсчитали, что из-за боев с Израилем более 2400 человек были убиты и более миллиона были перемещены. 59 человек, в свою очередь, были убиты на севере Израиля и на голландских высотах за тот же период, говорят власти еврейского государства. Тем временем, ливанское движение Хезбала после атаки на дом премьер-министра Израиля Бенимина Нетаньяху попыталось организовать покушение на еще двух израильских политиков, сообщает телеканал Аль-Арабия, ссылаясь на свои источники. Конкретные имена этих политиков не названы, но по информации источников, израильская сторона отправила Хезбале предупреждение о том, что в случае продолжения атак на израильских чиновников будет полностью уничтожен район Дахия, южная окраина Бейрута и главный оплот этой группы в ливанской столице. Собеседники канала утверждают, что Хезбала получила данное сообщение, но пока не приняла никаких решений по этому поводу. В субботу утром беспилотник был запущен в сторону резиденции Бенимина Нетаньяху в Кесарии. Как уточняется, премьер не находился в здании и никто не пострадал. Израильские военные сообщили, что в сторону Кесарии было запущено три беспилотника, а один из них попал в здание, в то время как два других были перехвачены. Нетаньяху в ответ на инцидент написал в соцсети Икс. «Попытка иранской марионетки Хезбалы убить меня и мою жену сегодня была серьезной ошибкой». Он добавил, что виновные дорого заплатят. Министр иностранных дел Израиля Исраиль Кац заявил, что Иран причастен к атаке БПЛА, осуществленных Хезбалой, на резиденцию Нетаньяху. Кац отметил, что главное доверенное лицо Ирана, которое он создал, финансировал, вооружил, обучил и теперь контролирует во всех своих операциях, внезапно представляет себя как независимую организацию. Ваша ложь и ложные притворства вам не помогут. Вы несете ответственность.